МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Картинг. В ближайшие полчаса рассказ о трёх зарубежных гонках с участием российских пилотов. Мы побываем в Германии, Объединённых Арабских Эмиратах и Египте. В России проживает два вида картингистов – оседлые и перелётные. Наиболее многочисленный вид – картингисты-оседлые. Они живут вблизи трасс, а с наступлением зимы заливают их водой и проводят трековые гонки на специально подготовленных картах. К лету, дождавшись тёплой погоды, оседлые картингисты меняют зимнюю технику на летнюю и снова выходят на появившуюся из-под снега трассу. Немногочисленному отряду перелётных картингистов с приближением зимы приходится улетать в тёплые страны. За всё время технического прогресса они так и не научились строить зимние карты. С наступлением холодов, сбиваясь в небольшие стаи, перелётные картингисты устремляются в тёплые края, где можно продолжать гоняться на летней технике. Именно об этом виде картингистов – наш сегодняшний рассказ. Первое приземление совершим в немецком городе Хан, где проходит заключительный этап местного чемпионата. Это открытый чемпион Германии, в котором может участвовать любой человек, имеющий лицензию. Естественно, лицензия категории зависит от того класса, в котором он едет. То есть, имея категорию «Ц» и «Юниор», можно ехать в «Юниорах», и в «КФ-3», так называемую, лицензия «Б» позволяет ездить. В классах «КФ-2» лицензия «А» и «ЦЦ» и «КФ-1». Чемпионат Германии доступен для иностранцев, поэтому там можно встретить представителей Австрии, Великобритании, Голландии, Дании, Испании, Италии, Польши, Чехии, Швеции и даже Турции. Русских двое. Владислав Ступеньков выступает во взрослой категории «Дойче» челлендж «Картмастершафт», аналоги нашего «КФ-2», а Юрий Строганов – в «Дойче» джуниор «Картмастершафт», которому в России соответствует «КФ-3». На каждом этапе из шести едет четыре класса – это юниоры, взрослые, «Формула» и «КЗ-2». Соответственно, существует два отбора – утешительный заезд, полуфинал и финал. За полуфинал даются половинчатые очки. Юрий недосчитался еще одного класса, которого в России уже два года как нет – «Интерконтиненталь-А». Но ему не до подсчетов. Строганов попал в самую массовую категорию, в которой на этап заявилось 45 человек. У Ступенькова соперников поменьше. В стартовом протоколе «Дойче Челленд Картмастершафт» 22 участника. Но количество соперников не так важно. Главное – их качество. В чемпионате Англии я сейчас на второй позиции, но надеюсь, что смогу его выиграть. Том Грайс приехал из Англии неспроста. В его родной стране те же проблемы с держаком, что и в России. Здесь гораздо лучше сцепление колес с дорогой, а у нас там холодно и скользко. Есть у немецкого чемпионата и другие особенности. К примеру, в юниорском классе возрастные рамки ниже, чем в других странах. Поэтому здесь присутствует сын знаменитого испанского Матадора – Карлоса Сайнца. Сам двукратный чемпион мира по ралли и участник Дакара, кстати, тоже здесь. Я приехал помочь сыну и поддержать его. Ему всего 12 лет, и для интернациональных классов он еще слишком молод. Есть только две страны, где он может гоняться – у нас в Испании и здесь в Германии. Трасса в городе Хан в прошлом была недоступна для иностранцев. Рядом располагалась военная база. Теперь здесь грузовой аэропорт, а о временах Холодной войны напоминают лишь пустующие казармы и заброшенные ангары для истребителей. Длина дорожки – 1241 метр. Да, именно 1241. Пунктуальные немцы во всем любят предельную точность. Конфигурация непростая. Большие скорости, перепады высот. К тому же есть медленная шпилька, где приходится ломать ритм движения. Очень интересная дорога, мне понравилась. Вот очень быстрая. Вот в некоторых местах неровные, но все бы хотелось. Скорость, с которой проносится этот 1241 метр, участники соревнований впечатляют. В классе с коробкой передач, которая по-немецки называется «Шальдкарт», а в России известен как «Казет», победитель квалификации показал среднюю, подчеркиваем, среднюю скорость без малого 100 км в час. Фантастика какая-то. Обратите внимание, как дается старт с места в этом классе. Однократная вспышка светофора практически исключает возможность фальстарта. Который постоянно случается в нашем, российском чемпионате. У нас по очереди гаснут несколько красных огней, прямо как в «Формуле-1». Это, конечно, зрелищно. Но некоторые хитрецы, вместо того, чтобы реагировать на погасание, просто считают секунды и выигрывают несколько метров дистанции за счет едва заметного фальстарта. На эту уловку неоднократно попадался экс-чемпион Европы Штефан Хак, проведший в российском чемпионате прошлый сезон. А вот, кстати, и сам он. Только здесь Штефан не гоняется, а присутствует в качестве инженера и механика. К сожалению, в шальдкарте на этой гонке русских нет. Должен был выступать Сергей Белозеров, но из-за травмы ребер на старт он не вышел. Но давайте тогда посмотрим, что удалось показать двум представителям России в бескоробочных классах, которые, чтобы не ломать язык, будем называть привычными для русского картингового уха терминами КФ-3 и КФ-2. Как водится, все начинается с квалификации. В КФ-3 разница между победителем и самым медленным участником составила полторы секунды, а результаты первой десятки отличались друг от друга на тысячные. Догадайтесь, какое место в квалификации занял наш Юрий Строганов, если отстал от победителя на девять десятых? Юра стал тридцать пятым. Очень хорошая, дружелюбная, веселая атмосфера стоит все время в команде. Никто никого не наезжает. Даже если ты плохо проехал, все равно все улыбается. Если хорошо, то вообще поздравляют. Надо думать, на этот раз Строганову улыбались. Другой перелетный картингист Владислав Ступеньков тоже не блеснул в контрольных заездах. Его время было хуже времени победителя на те же девять десятых секунды, а место в квалификации пятнадцатое. Далее гонщикам предстояло проехать по два отборочных заезда, по результатам которых 28 участников сразу попадают в финал. Для оставшихся предусмотрен Хофнунгшлауф. Так здесь называется утешительный заезд, из которого первые шесть финишеров проходят финальную часть уикенда. Для Юрия Строганова это была одна из первых гонок в таком серьезном окружении. Интересно очень ехать в этот чемпионат. Очень много национальностей борются между собой в этом чемпионате. Борются не только разные национальности, но и представители разных полов. Девчонок немного, но некоторые из них, несмотря на молодость, уже имеют опыт картинговых сражений. Битский висцер, к примеру, была замечена на этапах Еврочелленджа Ротекс, но класс КФ3 ей нравится больше. Здесь очень плотная борьба, да и уровень участников повыше. Плотную борьбу Юрий Строганов ощутил на первых же поворотах. Причем, в отличие от России, никто не кинулся защищать его от нападков кровожадных соперников. Но, похоже, наш пилот был к этому готов. Давления судейского нет. Здесь отдается маленькое предпочтение немцам и австрийцам, но оно не считается немаленько. В двух отборочных заездах Юра не смотрелся мальчиком для битья. Ехал как умел, стараясь остаться на трассе. И добился того, что оба раза финишировал в середине, оставив позади себя полтора десятка конкурентов. В результате после отборов его рейтинг поднялся с 35-го на 25-е место. Темп Строганова был лишь на 1-2 десятых хуже лидеров, что тоже обнадеживало. Кто понял жизнь, тот не торопится, как говорит мой тренер. И что не надо торопиться на первом-втором кругах, когда есть 20. С таким настроем в день решающих заездов Юрий показал на утреннем прогреве 11-е время. В первой гонке, так называемом спринте, за 11 кругов он все же утратил несколько позиций. Но перед самым финишем пару мест ему подарили соперники. И клетчатый флаг Строганов увидел 26-м. Владиславу Ступенькову, выступающему в КФ-2, опыта не занимать. Гоняется давно, несколько раз выигрывал чемпионат России. И принимал участие в престижных международных картинговых сериях. На этот раз Влад был сам на себя не похож. После провальной квалификации отборочные заезды он закончил на 8-м и 10-м местах. И никак не мог найти скорость. Действительно, накануне спринтерского и финального заездов Ступеньков настроился. На утреннем прогреве он показывает лучшее время. Как-то будет в гонке. А в гонке тоже все хорошо. Владислав печатает быстрые круги и одного за другим проходит соперников. И вдруг на предпоследнем круге Влад останавливается на обочине. К этому моменту он шел седьмым. Как потом выясняется, причина – обрыв тросика газа. Ступеньков все же пересекает финишную черту, но лишь на 19-м месте. Не повезло. В технических юдах спорта такое бывает. Вернемся к классу КФ3, где Россию представляет Юрий Строганов. Надо работать над стабильностью. Удалять волнение перед стартом. Перед стартом финала, тех самых 20 кругов, волнение Строганов удалил. Ну что переживать-то понапрасну. Это Карл Сайнс-младший пусть волнуется. Пока отец с трибуны наблюдает за траекториями сына. Спасает юного испанца только то, что Матадор, похоже, в картинге не разбирается. Свою карьеру я начал с кольцевых гонок. Потом обстоятельства сложились так, что я ушел в ралли. А сейчас участвую в ралли-рейдах и счастлив. Но вот присутствие сразу нескольких очаровательных соперниц, которые стартуют впереди, не может не смутить даже очень стойкого бойца. Какая разница? Ну, нет разницы для меня, что девушка, что мальчик. Итак, финиш. Сайнс-младший все же смог одолеть голландскую пилотессу Бицке Виссер, а Строганов до другой представительницы Нидерландов Шанталь Ван Хандель так и не дотянулся. На финише его позиция была 21-й. Нет, ехать здесь намного тяжелее, не морально и как бы физически. Сайнс-младший, финишировший на седьмом месте, выглядит удовлетворенным. Мне кажется, что участвовать в таких гонках надо обязательно. И, конечно, я всем желаю удачи. Из участниц женского пола до подиума никто не добрался. Но довольны все. Автоспорт в Германии любят. Впрочем, как и спорт вообще. Тем временем настаёт черёд финала более взрослых пилотов, соревнующихся в серии Deutsche Challenge Kart Masterschaft. Владислав Ступеньков, сошедший в спринтерской гонке за круг до финиша из-за обрыва тросика газа, на этот раз снова столкнулся с невезением. Если честно, очень обидно. Сошёл по своей же, наверное, глупости из-за того, что просто не успел объехать маленький завал, который образовался впереди меня. Ну уж, если не везёт, так не везёт. Отличная скорость, опыт, классная команда. Всё у Влада есть, но не хватило элементарного везения. Недаром чаще всего гонщикам желают удачи. Пожелаем ему удачи и мы. Итак, что на выходе? Два наших представителя оказались в послегоночных протоколах на 21-м и 19-м местах. Радоваться, конечно, нечему. Но не стоит забывать, что чемпионат Германии – один из сильнейших в Европе. Высший уровень только у итальянского и французского. Будут ли наши продолжать? Похоже, будут. Для тех, кому это интересно, я им желаю попробовать. Человек, которому это не нравится, здесь делать нечего. После небольшого перерыва мы совершим более длительный перелёт и посетим страны Востока, где тоже проводятся картинговые гонки и куда с наступлением зимы отправляются наши российские картингисты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова